здравствуйте уважаемые дамы и господа начинаем сегодняшний вебинар посвященный эзотерике я сегодня хочу ответить на те вопросы которые вы задаете мне онлайн прямо сейчас в вебинарной комнате ну давайте начнем наталья рыбакова здрасте андрей андрей еще раз спасибо вопрос стала носить на руке амулет с цифрами на влияние на человека появились тянущие боли в левой половине головы ничего страшного такое бывает это совершенно безопасно можете смело носить дальше ничего страшного не на извините пожалуйста за вопрос но очень переживаю сын общается с молоденькой девочкой из украины она витает фантазиях и хочет чтобы наш сын к ней приехал я конечно пока молчу но для сына там же ничего не светит не с работой и родители и и его не примут как объяснить не знаю может я зря волнуюсь и все там будет хорошо вы зря волнуйтесь смело отпускайте вашего сына по поводу того примут родители или нет давайте сделаем так чтобы все-таки он поехал познакомился с родителями с девочкой и так далее поверьте мне хоть украина хоть россия хоть казахстан они между собой практически одинаковые страны когда человек говорит у нас лучше или там говорят у нас лучше знаете везде не лучше лучше там где в сердце радость есть а у большинства людей не в сердце не вокруг радости нет поэтому как бы они не переезжали куда-либо везде им плохо у меня есть хороший пример это у меня есть подружка и у нее есть родной брат так вот 35 лет назад он из западной украины из деревни из города районного из из города сарны ровенской области поехал в далекую уфу где познакомился с девушкой и после этого ездил к ней представляете по двое суток туда и двое суток обратно и в дальнейшем привез ее к себе в украину она сейчас они очень счастливая семья у них есть трое детей уже там четверо внуков и в общем-то очень приятные очень красивая не оба человека взрослые у них взрослые дети есть уже внуки они построили с ноля свой дом собственный они до сих пор тепло очень друг другу относятся ну и я лично их воспринимаю все время как единое целое то есть его без нее не воспринимаю ее без него тоже не воспринимает то есть они получились настоящий вот такой крепкой дружной теплой семьей так что смело отпускать не знаю чем помочь своей дочери 19 лет можно сказать какая-то нелюдимая все время дома на улицу редко выходит плохо находит контакты с людьми боится переживает нужно идти работать так это проблема хочу привести ее в чувство как говорится она вбила себе в голову что у нее проблемы с психическими состояниями были пять лет назад у психиатра ничего не нашли депрессия да это очень часто у девочки может быть связано с тем что она худеет начните делать так каждый вечер садитесь в ее ногах и выглаживаете ее прямо гладьте и говорите дочечка ты моя хорошая ты мое солнышко также отключайте с 7 часов или 8 часов вечера вай фай и включайте его после 10 часов утра чтобы она спала начните давайте магний она улучшится ее состояние улучшится и вот эти вот состояния замкнутости исчезнут все будет хорошо также увеличить и у нее количество жиров пусть она немножечко больше жиров принимает и так валентина жирнов добрый день андрей андреевич что обозначает горловой кашель на эзотерическом плане буду рада услышать ваше мнение кашель когда человек через горло кашляет это конечно же может быть заболевание щитовидной железы а также забыли аутоиммунного тиреодита или там любого другого заболевания эндокринологического чита связанного щитовидной железой и второй вариант это может быть там пробки ангина какие-либо отеки связаны с аллергическим ринитом там с чем-либо но раз вы спросили про эзотерику ответ дать могу в эзотерике считается что в случае если человек что-то сделал за что его мучает совесть то вот эта совесть которая мучает создает вот такой кашель но это выглядит так допустим я отец большого семейства у меня очень много работы я приезжаю домой смотрю на своих детей понимаю что у меня мучает совесть потому что я им мало уделяю внимание а нужно было бы больше уделять внимание и вот я себе говорю что вот нужно уделять внимание меня начинает за это мучить совесть или а как-то поступил неправильно кому-то но каждый вид каждая плохая каждый плохой поступок имеет под собой вполне обоснованные хорошие намерения ну и совестью потом необходимо справляться она начинает мучить так вот если это сконцентрированная боль такая совести то это может создавать вот такие процессы кашля татьяна крылова с днем учителя вас спасибо вы наша путеводная звезда мы ваши ученики идем за вами наш путь свет это правда спасибо вам большое я сегодня там же есть статья и и написали в интернете в этой статье написано безосновательно звук который не может помогать людям там заставили меня удалить этот звук с youtube с моего канала удалили еще целый ряд моих шумов и так далее ну и почему то есть я все время просил чтобы они дали объяснение они напечатали объяснение через журнал vox написали что безосновательно такой звук не может помочь хотя несмотря на то что в большом количестве есть исследований о том что существует все таки влияние на вирусы звука высокой частоты и так далее там вибрации так далее ну почему я это не продвигаю почему не провожу исследования дело в том что оборудование которое бы могло изучить данные шумы она людьми еще не разработана правду говорю но я могу точно сказать что это работает хотите верьте хотите нет и доказательства но вот я удалил сейчас этот шум а ведь есть там десятки тысяч человек написали о том как им это помогло десятки тысяч человек написала о том как им помогло но они сказали что это бездоказательно что это глупости так далее но слушайте если взять допустим какую-нибудь песню там алишера мангерштерна допустим есть песня у него кадиллак и он там говорит что мой бит или моя песня кадиллак убивает точно так же как коронавирус почему нигде нет опровержения почему они не написали опровержения также вот смотрите наша страна допустим постсоветское пространство но все время говорит о облике о морали говорит о национальной морали и так далее вот закрыли каналы там какие-либо там допустим в украины закрыли каналы с доступом допустим в контакте но не закрыли порнографические каналы почему почему фейковые новости которые постоянно говорят о гадостях о злобе которые призывают все время гомосексуализм у которые кривляют людей которые у власти находятся артистов и так далее почему им разрешается почему почему опровержение нет этому почему то что может созидать обязательно должно закрываться а то что разрушает обязательно должно развиваться конечно же я знаю почему дело в что этот мир хочет боли людям нравится притягивать свою жизнь боль то есть им нравится кого-нибудь раздражать кого-нибудь оскорблять взамен они что хотят получить они взамен хотят получить боль а ведь это и является началом появления заболеваний ну что ж этот мир получает по заслугам что вам сказать хочу обратиться господа люди давайте будем добрее давайте будем милосерднее давайте будем теплее друг другу мир не такой уж плохой как пытаются со всех сторон нам доказать то есть я вот было интервью моей жены софия в этом интервью под комментариями к этому интервью было написано да она ради денег с ним живет да это все нечестно и так далее ну и тут же вопрос такой а куда дай куда деть наших взаимных детей их у нас там целая куча то есть мы уже столько времени вместе у нас есть много совместных детей мы все время вместе где бы не путешествовали все время вместе как такое возможно то есть женщина которая не любит мужчину она может из-за денег на рожать ему целую кучу детей да это невозможно так не бывает а если и бывает то на эту женщину можно смотреть и она будет страшной почему не любишь человека будешь раздражаться на все то есть не так пахнет не так выглядит не такой и рядом мужчина будет захеревать будут темные круги под глазами будет хромать появится куча заболеваний и женщина такая же будет то есть у него будут плохие волосы плохие зубы и так далее но если посмотреть на нас то все наоборот мы рядом друг с другом повылечивались потому что у нее были заболевания до того момента пока мы начали жить совместно у меня были мне ставили диагноз неутешительные мне говорили что я не выживу понимаете только за счет того что я начал с ней жить мне сняли диагнозы бесплодие мне сняли диагноз онкологическое заболевание хотя говорили что там у меня была злокачественная гипертония официально поставленный диагноз и давление поднималось 220 на 160 у меня были там проблемы с почками мне говорили что у меня будут проблемы с лимфатическими узлами активные аутоиммунный тиреодит и так далее то есть вот это все у меня было и после того когда мы начали жить вместе это исчезло это и есть доказательство того что семья может быть созидающий и когда есть теплое отношение и милосердие друг другу это все может восстанавливать омолаживать и делать так чтобы семья была прекрасная это конечно же не нужно этому миру потому что этот мир хочет чтобы были люди которых можно жалеть то есть и кому-то должно быть еще хуже вот если человек придет такой как я с улыбкой кому-то в гости у него будет хорошее настроение хороший пиджак он будет на нем будут украшения он будет там молодой счастливый рядом с ним будет счастливая жена и приедет на дорогой машине то каждый человек будет к нему относиться с опаской будет читать что он какой-то козел там и так далее но стоит прийти замученному после сумасшедшего бодуна мужику который хамил писал возле магазина орал подрался вот с таким фингалом и прийти в гости кому-нибудь все начинают ему сострадать и сочувствовать то есть если у человека успех если человек успешный то необходимо этого человека ненавидеть а если человек приходит замученный вонючий страшный неженатый холостой с выбитым передним зубом с фингалом обязательно кто-то находится кто говорит вот ты бедненький тебе наверно тяжело и начинают этому человеку сострадать вместо того чтобы дать ремня так вот мир должен поменять свое отношение я тот человек который говорит вам друзья мои верьте в то что семьи счастливые бывают верьте в то что человек имеет возможности за счет семьи увеличить здоровье улучшить материальное благополучие и так далее это существует там кто-то писал у меня не получается зарабатывать деньги начните не зарабатывать начните семьи перестаньте раздражаться говорите себе я добрый добрый человек я служу доброму доброму богу и в тот момент когда будет рядом с вами человек орущий знаете ему нужна любовь как сделать так чтобы человек перестал на вас орать когда он ляжет спать или ляжет в кровать не обижайтесь на него подойдите к нему и долго гладьте его по ноге говорите ты мой зайчик у нас все будет хорошо я тебя обожаю ты мой самый золотой не в независимая тебя никому не отдам мы такие друг друга любящие у нас всякое бывает помнишь мы говорили в радости и в горе все время вместе понимаете человек который кричит ему любовь нужно а взамен что он получает на него фыркают обижается разворачивается и уходят а где любовь а где же любовь мы ему виртуально ее дарим не надо виртуально на никому не нужно лучше есть яблоки сейчас чем вспоминать самый прекрасный стол в прошлом чем будешь сыт будешь сыт настоящим яблоком и как бы ты не представлял будто ты находится находишься где-либо где-либо за праздничным столом и сколько бы там прекрасных яств в прошлом не подавали никогда не наешься и такое яблочко может быть полезнее чем самые прекрасные воспоминания так и с этой виртуальной любовью не нужно на виртуально нужно вербальная то есть подходите и гладите почему это самое важное гладите и говорите хорошие женщина на вас обижается чего она хочет хочет чтобы ее гладили не нужно интимное отношение там я недавно смотрел одного из коучеров которые рассказывали о том что необходимо там спать женщина и часто с ней сексом заниматься и так далее и что эта проблема связанная в общая человеческая и так далее да это важно но еще важнее не забывать о том что женщина она должна быть выглаженная женщина она как большая чаша ее нужно долго гладить ее нужно долго целовать и нужно говорить хорошие слова и так далее и тогда она отблагодарит вас прекрасной жизнью прекрасной совместной жизнью почему бог любит людей которые хорошо относятся к своей семье так вот допустим рассмотрев на примере алкоголика что необходимо алкоголику небольшое количество денег собутыльник и бахнуть ну и сколько он будет зарабатывать ну на бутылку всегда сможет найти но когда человек начинает хорошо и тепло относиться к семье то ощущение такое происходит как будто семья вот этим теплым состоянием она становится благословенной и тогда дается на потребности всей семьи но здесь очень важно чтобы человек постоянно ощущал вот это тепло по отношению к тем людям которые живут не выбирал для себя позицию позы как это часто бывает не выбирал бы для себя позицию феканья и воспитания бесконечного окружающих людей а выбирал бы позицию доброты был бы добрее не зря есть пословица в которой говорится люди будьте добрее тогда люди к вам потянутся вот это для семьи очень важно как начать зарабатывать начните тепло относиться к семье что разрушает человека вот самый главный механизм который есть не здесь находится наш главный механизм с которым мы общаемся с богом вот здесь находится когда вы раздражаетесь вот здесь что-то сжимается когда вы ненавидите вот здесь что-то сжимается когда вас бесит что-то вот здесь вот здесь это ненависть это желание более так вы принимаете болезнь а вы делаете наоборот желайте тепла к этим людям смотрите на них какие бы они ни были находите тепло вот здесь в середине своей груди говорите мои зайчики ну ничего страшного там ребенок пьет ну ничего страшного зато он мой родной я его вынашивала его кормила ничего все у него пройдет скоро все будет хорошо а я от него не отвернусь ну понимаете вот таким образом почему мужчины и женщины пьют начните их выглаживать они перестанут пить садитесь каждый вечер им в коленке или там куда-нибудь и гладь и говорит и мой зайчик ты моя хорошая ты мой солнышко ты там делайте это 30-40 минут такая система очень хорошо работает почему пьют то от того что любви не чувствуют пьют то от того что не могут поверить что их можно любить вот им нужно это доказать или ильяна мусина могу ли я спросить еду к маме 82 года характер очень тяжелый всегда обвиняет свою сестру во всех грехах живет все время в прошлом случае от меня не хочет не воспитываете ее яйца куриц не учат хочу приехать почистить помещение почитать на нее мантры кэш все можете для себя решила что не буду злиться на нее будете потому что это вас уже цепляет дети и знайте она имеет право быть вредным человеком почему когда человека воспитывали то ему приходилось жить другом обществе я когда-то вот начал смотреть на фотографии старые которые были там в 30-х годах и там еще позже и обратил внимание что большинство женщин которые ходили зимой на них не было колгот а если не было колгот то есть торчали просто голые ноги почему гамаш не было после не было колгот вы представляете не было обуви теплой вы представляете как им сложно было жить тогда у них не было теплой одежды если мужик одевал на себя штаны женщина не могла себе это позволить ходили работать впроголодь делали семьи или заводили семьи от необходимости для потому что вдвоем легче выживать старались на благо родины забывая своих благах ну и много всего было знаете и жизнь была тяжелая когда человек выживает то человек не может быть теплым добрым он не может быть милосердным ну и таких людей в них воспитали вот эту жестокость где-то воспитали злость какую-то и когда они проявляют радость то они начинают гневиться почему эта особенность они по-другому не умеют их никто не научил жизнь была очень сложная именно поэтому если вы все-таки милосердный человек всегда когда мама будет гневиться ругаться и нервничать говорите мама тебя тоже люблю все в порядке конечно делая все что захочешь смотрите ребенок родился больным и ребенок родился допустим кричащим и вот он когда кричит там обкаканы или когда кричит у него там что-то не так мы же его в этот момент не воспитываем мы же не становимся и не начинаем этому ребенку кричать а ну рот закрой сколько можно задолбал ты нас вы же этого не делаем мне даже представить это сложно вот когда человек становится взрослее взрослее вы должны знать он сдвигается в сторону детства это так устроена наша психика она плавно медленно начинает деградировать немножко ну я не говорю у всех у некоторых и человек становится такой как ребенок то есть он становится он требует больше внимания он становится более требует больше внимания становится но более таким капризным и так далее не понимает вот все его все все мотивы которые были в предыдущей жизни все идеи которые были они уже не имеют никакого значения он плавно сдвигается в сторону вот такого детского восприятия это проверенная информация и когда когда ребенок вот маленький или когда ребенок там грудной или когда ребенок растет и он имеет право быть вредным да почему животик болит там или еще что плакать может ну вот ваша мама она сдвигается в эту сторону но только она плакать не умеет она просто вредничает а почему вредничает потому что может быть давление может диабет 1 или 2 типа может варикоз будет может гастрит постоянный мучает может склероз где-то окклюзия или там протрузия но будь что то есть ее это мучает муляет у нее постоянно что-то болит может с утра до ночи и кости ломает вы приедете лучше у нее спросите мама что у тебя болит может зубик болит знаете там мост трет ухо не слышит что-то голова курса все время гудит айжан бонтаева здравствуйте андрей андрей с праздником спасибо с днем учителя спасибо так часто день учителя я его решил не праздновать ольга попросила бы вас на личный вопрос ответ устроилась по контракту на работу до летнего периода но как-то очень уж не нравится мне хочу спросить искать что-то другое искать в гениальной большой доброты и терпения человек восхищаюсь вами спасибо за информацию поддержку своих учеников с радостью жду с радостью жду встречи с вами на марафоне вы кардинально вы кардинально изменили мою жизнь нет финансовых проблем появилась и устаканилась моей жизни счастье и радости от работы и получения удовольствия от жизни да вы правы я недавно видел недавно видел видео один человек в этом видео гипнолог я не могу сказать его фамилию как бы не хочу его компрометировать и создавать какой-то battle как сейчас модно говорить между нами так вот он обратился к эзотерикам как бы всех под одну гребенку сказал в астрологи там эзотерики все кто там и говорит но вы же сами себе врете хватит сами себе врать ведь вы потратили деньги на получение информации и это вам ничего не дало вы и дальше читаете мантры занимаетесь эзотерическими практиками и это вам ничего не дает хватит себя обманывать не занимайтесь самообманом вам скажите себе правду вам это ничего не дает я хочу вам сказать друзья мои он не прав почему первый пример я 2 и еще десятки тысяч примеров это мои ученики значит я могу утверждать что видимо эзотерика эзотерики рознь эзотерики эзотерикам рознь и видимо существует такая эзотерика которая может сделать человека бедным несчастным ввести его в состоянии заблуждения и пожалеть но это не наша потому что наша другая почему мы за эффективную эзотерику которую я преподаю жанна мягко его скажите пожалуйста имеет ли эзотерическое значение почему случаются выкидыши нужно сказать себе я не самое главное на земле и нужно почему потому что когда человек не может подвинуться ему мешает короной и еще что то вот есть такое понятие как много женщин вот допустим женщина живет у которой не было которая не была долюблена допустим мама она родила деток и там осталась холостой и всегда жила ради этих деток вырастила деток но она такая что хочет чтобы на нее обращали внимание и вырастила дочку рядом с собой и как назло что мама что дочка невероятно красивые и это они понимают мама требует внимания то есть она требует чтобы дочь уделяла ей внимание а дочь требует внимания к себе и у них вырастает вот как бы заполненность мама заполнена дочерью и заботой о ней дочь заполнена мамой у них там это все есть и 3 уже там не может быть потому что две женщины уже имеются или там одна воспринимает другого как ребенка это воспринимает как ребенка и так далее и потом появляется мужчина и эта женщина она не может родить ребенка потому что для того чтобы родить ребенка она должна себе признаться в том что она не ребенок себе сказать что она уже создала себя как мать и сказать себе что она готова служить еще готова служить готова служить этому ребенку готова пустить этого ребенка готова заботиться об этом ребенке она готова воспринимать кого-то как ребенка не только себя и она должна себе сказать не моя мама не я уже не дети мы взрослые люди мы выросли и так далее вот это может спровоцировать появление также у женщины может знаете быть что когда женщина недолюблена но не в смысле вот я хочу вам сказать когда я говорю слово недолюблена то я не имею в виду интимное отношение очень часто бывает интимное отношение но нет любви то есть мужчина спит просто со своей женщины или женщина там на автоматизме использует этого мужчину а теплых отношений у них нет то есть холод какой-то мало сердит малосердечные такие люди может быть слабосердечные не знаю как это назвать явление ну и появляющийся но когда я говорю о недолюбленности я говорю о том что к такой женщины и и необходимо обнимать вот она этого требует или такой мужчина заботиться разговаривать с ней нужно там гладить это очень важно особенно для женщин вот если вы гладите их если вы обнимать если там кушаете за столом расскажите если вы мужчина что-нибудь разговариваете с близким человеком не живите на автоматизме друг с другом появляется более теплые отношения появляется очень хорошие отношения уберите спесь вот эту гордость если рядом с вами дурачок какой-то живет нервные там и так далее но ничего страшного вы-то его любите сделайте так чтобы он знал что вы его любите не просто я тебя люблю покажите как это должно быть покажите вот смотрите обычно мужчина и женщина когда живут друг с друга друг с другом они друг друга воспитывают женщина обижаясь должна знать что она обучает его чему она обучает его обижаться поэтому если женщина обижается то он начнет тоже обижаться а если женщина фыркает то что произойдет он тоже начнет фыркать если мужчина материться то что произойдет она начнет материться малодушие развивается именно поэтому хочу вам сказать научите тех людей которые рядом с вами любви научите если вы женщина обнимайте целуйте гладьте говорите прекрасные слова если вы мужчины делайте то же самое это заметно на сто процентов сделает вашу семью хорошей и вы научите друг друга тому что есть если человек очень материться ничего страшного считайте что это не про вас а вы не попадаете дело в том что в этом случае кто-то из вас должен победить но поверьте мне растопить теплом своей любви холод льдинки гораздо легче чем обоим стателям льдом почему лед это лед между собой не соединяется возьмите две льдинки и потрите их они между собой не соединяться возьмите две спички зажгите и соедините в пламя вот пламя может быть одним тепло милосердия тепло теплых отношений благодушие уважение в семье это то что может создать объединение и холод обидчивость злобность может создать две льдинки которые только цокаться будут а ты не права а ты не прав а ты какашка нет ты какашка ах еханый бабай и так далее светлана парчинская помогите пожалуйста я была по уходу за ребенком инвалидом 10 лет дочки сняли инвалидность ура поздравляю на работу не могу найти но я верю что скоро я найду работу вы за 10 лет научились ухаживать за вот такими детками я хочу вам дать совет ищите работу где вы сможете ухаживать за вот такими детьми так и пишите в сообщениях или в поиске работы так и пишите 10 лет была рядом с ребенком которому сняли инвалидность и у меня есть опыт работы так с ребенком что у него через 10 лет работы со мной снимают инвалидность доказательства мой собственный ребенок поверьте мне на вас будет очередь стоять потому что таких детей очень много ирина днепровская скажите стоит ли заморачиваться пытаться вернуть деньги если меня обманули мошенники в интернете нет нет деньги забрали а товар не выслали нет нет не отдадут или может не у это урок какой-то обычно люди прощают вот для того чтобы этого не повторилось сядьте скажите те кто у меня украл подонки подлецы я их ненавижу собаки пусть вместе с тем что у меня забрали заберут все мои неуспехи всю мою там старость я не знаю что-то еще болезни а взамен я беру молодость красоту и так далее и богатство у этих людей так что пусть идут с богом ольга руда я спасибо за фантастическое санга я 72 с нетерпением жду марафон 6 после денежного марафона 2 материальное положение выросло с 0 рублей до годового дохода пока миллион двести тысяч молодец вы уверена что мой новый марафон выведет на еще больший уровень даже не сомневайтесь подскажите пожалуйста возможно можно ли брать и носить вещи был да я часто отдаю очень хорошие вещи подругам ставшие малы подруга мне тоже отдают хорошие вещи которые ей малы ничего плохого в этом нет на самом деле ничего плохого нет все хорошо продавайте друг другу за рубль тогда будет лучше чтобы не передалась никакая нервная программа такое тоже может быть наталья по пусой подскажите как помочь людям которые нервные и не могут контролировать свои эмоции после вакцины это не обязательно может быть после вакцины это осень что такое осень это депресняк для того чтобы осенью не было депрессии человеку необходимо на протяжении дня кушать небольшой по увеличить количество приема жирной пищи это прямо вот сто процентов работает не любите не можете есть много таких людей пейте натощак нет ни натощак а во время там всего дня по одной столовой ложке оливкового масла или съедайте на ночь одну столовую ложку сливочного масла увеличьте количество жиров они успокаивают не можете жиры омега-3 принимаете или там рыбий жир или еще что-то по поводу того что вы сказали после вакцины человек стал нервные хочу вам сказать если это произошло это говорит о падении иммунитета и о связи нейрогуморальной то есть это говорит о том что есть какие-либо изменения связанные с иммунитетом и же медицинские препараты улучшающие состояние иммунитета допустим женщине допустим радиола розовая ну вот что такое можно попить там гинкобилоба и хинацея пурпурная то есть можете купить вот такую настойку и попоить человека пусть он успокоится арна а сатурова спасибо за труд спасибо очень хоть сознать свое направление в жизни отлично в какие дни недели не рекомендуется стричь ногти единственный день недели когда я не рекомендую стричь ногти это вторник во вторник да и в общем-то в четверг четверг можно во вторник не нужно вторник плохой день для стрижки ногтей людмила верещагина сын привез мне подарок из арабских эмиратов это швейцарские наручные часы дорогие лежат в коробочке вы говорили нельзя дарить сыну можно можете одевать и носить все в порядке ничего плохого не произойдет сын то вас обожают видите а вы будете носить и вас будет радовать их сын подарил мне сын на какой он хороший подскажите если в доме лежачая свекровь спрашивает елена залевская можно ли повлиять на ситуацию эзотерически на разрешение ситуации или нельзя вмешиваться все люди которые живут с вами под одной крышей случае если человек вот я вас сейчас немножечко научу случае если человек брат двоюродный брат родной невестка теща свекруха ее сестра или кто либо друг какой-нибудь ваш попросился и живет уже очень давно вот если все вы живете под одной крышей то вы должны быть для этих людей как руководитель семьи они должны ощущать что вы одна семья и должны делать как одна семья все друг для друга то есть не спать друг с другом это однозначно а вот делать что-то для семьи это важно допустим друг попросился у вас пожить живет два года или там два месяца или пять месяцев у него должны быть такие же обязательства как у всех в семье там пылесосить убирать следить за порядком приносить там материальное благополучие какое-либо то есть он заработал деньги должен отчислить или должен купить что-либо это очень важно потому что находясь под крышей ты имеешь столько же прав как и все остальные можешь работать работает можешь ухаживать ухаживать умеете делать эзотерическое целительство отнеситесь к этому человеку как к самому дорогому вашей семье близкому человеку родне и раз судьба связала вас уже одними путями и вы можете эзотерически этому человеку помогать помогайте так что лежачий свекрови можно помогать прошла лариса атаманюк прошла 20 ступеней духовности практикует тренажер деньги везение но мой доход упал почти до ноля такое может быть да как это связано с практиками это не с практиками связано с чувствами вот смотрите часто у человека появляется чувство тревожности раздражительность мы же люди мы как пылесосы то есть мы заходим в youtube или начинаем заниматься соц сетями у нас начинает появляться раздражение неудовлетворенность и это вечные импульсы вот эти импульсы они приводят человека к тому что он становится бедным если у человека очень много хороших теплых импульсов то богатым доказательства смотрите бедный очень человек страдающий человек очень богатый не страдающий радующийся почему а чему страдать то ему не нужно добиваться ему не нужно бежать ему не без конца с кем-то воевать доказывать даже всю тяжелую работу вместо него делают другие люди тогда чем же они отличаются у одного здесь очень много хорошего у другого здесь очень мало хорошего и вот это хорошее но на протяжении дня постоянно есть то есть он рад ему тепло он не переживает и так далее это очень частое явление я не мог найти это явление вот я вам хочу сказать она вот здесь вот если вы сосредоточитесь на протяжении дня вам будет чаще хорошо чем чаще плохо то тогда вы автоматически независимо от того читаете вы коды мантры или еще что-то будете лучше отодвиньте коды мантры и поживите так чтобы сосредоточиться на моментах радостных я еще такая молодая еще такая красивая ой какая вкусная еда пойду погуляю какие приятные красивые дни какая красивая у меня одежда как мне тепло надо же поглажу кошечку вышью там что-нибудь но и ходите для себя состоянием при котором можно концентрировано ощущать состояние радостное и ваши вопросы с деньгами сто процентов решат скажите когда у меня разрешится вопрос переоформлением квартиры ну и я причем мне снятся постоянно сны как хорошие так и плохие но плохие реализуются в жизни больше чем хорошие почему так плохое притягивает плохое как применить эзотерику что плохие сны не сбывались поставьте полстакана воды у изголовья есть еще такая ракушка знаете рапан вот если есть у вас такая ракушка рапанчик то поставьте ее тоже у изголовья так чтобы отверстие стояла вниз в землю вам будет лучше мы выполняем практике в магии говорят что за все нужно платить или теряешь что-то или кого-то вы неправильной магии занимались у вас есть ваш учитель слушайте его если вы слушаете магию какую-то чужую то слушайте их тогда мне вопрос не задавать я вам хочу сказать все что я даю своим ученикам ни за что не нужно платить и это все экологично если использовать методы и не пропускать философию потому что философия здесь имеет чрезвычайно важное влияние захотел квартиру получаешь наследство после смерти близкого как оплачивает наши желания в эзотерике ответил лариса руис с праздником спасибо иду на марафон 6 предвкушением чуда правильно она будет вы говорили что люди после смерти не перерождаются в одном роду получается чисто гипотетически все родственники до чисто гипотетически все родственники и чисто гипотетически у нас у всех одна душа так как наша душа является элементом божественным живущим в человеческом теле то после нашей смерти мы объединяемся с нашим первоисточником богом таким образом во всех нас есть одна душа и мы все родственники связанные с богом почему люди хотят как можно дальше от бога быть почему они хотят быть как можно дальше от бога потому что они считают что им свобода от бога может дать счастья и это не так счастье может дать наоборот объединение вот смотрите человек считает что жизнь допустим вот у меня есть мужчина один знакомый юра и вот он говорит мне андрей андреевич ему уже 52 года и он говорит мне легче жить без женщины потому что я когда захотел тогда привел и когда захотел там пришел домой хочу там с друзьями пиво пью хочу на футбол хожу хочу спортом занимаюсь и так далее а потом я посмотрел как он живет боже неряшливо так все гадко вечно голодный ест каких-то ресторанах женщина у него редко потому что он состарился быстро никому не интересен я даже ему помог найти девочку красивую из молдавии смотри какая красивая девочка красивая маленькая как тебе нравится он с ней пожил говорит она меня напрягает нафига мне это нужно и так далее юра ты несчастный ты несчастный ты не умеешь ты не можешь почувствовать радость ведь смотри когда ты радуешься сам то это мимолетно когда рядом живет кто-то ты смотришь на него и радуйся радуйся утром в обед и вечером есть еще детишки бегающие хохочащие радуйся с ними это же целый дом как ваза с радостью радости целый дом это же так приятно когда дети растут когда рядом находится там мама или свекруха или теща когда рядом находится когда из заботы можно позаботиться можно о ком-то подумать это же все так приятно это вечный кайф а когда сам человек живет какие у него задачи ну с кем-нибудь переспать а дальше ну переспал это пять минут одна ночь а дальше а так можно с кем-нибудь каждый день спать каждый день кого-то гладить каждый день с кем-то обниматься каждый день о ком-то заботиться это ж гораздо приятнее так часто и так много помните о спичках зажженная спичка дает а если много зажженных еще больше пламя а так он сосулька находит какую-то чужую сосульку и вот они две сосульки друг с другом цокаются и разбегаются несчастные несчастные смотрел я допустим вот там люди есть которые сняли программу про троллили сами являются троллями и посмотрел я этих людей два мальчика гомосексуалист две девочки лесбиянки одна еще и на лысо подстриглась и я вот смотрю на них но они же несчастные источники зла жалко их судьбу потому что конечно же судьба у них будет очень плохая онкология тюрьмы очень жаль конечно молодые дурные больные дети жаль этих людей конечно любовь попова подскажите пожалуйста всегда ли замужество следует брать фамилию мужа это же идет подсоединение к его роду это как-то изменит судьбу женщины всегда дело в том что вы должны посмотреть на рот того мужчины допустим которым вы обручаетесь вот допустим если в его роде отец был алкоголиком мама алкоголиком очень дрались ругались постоянно то брать его фамилию не нужно если у него дедушка был академиком если мама очень хороший предприниматель если они благородные милосердные добрые там и так далее ну тогда смело берите а если ваши семьи похожи что у вас папа инженер что у него и так далее то здесь не имеет значения вообще когда я начал со своей женой встречаться то сказал ей ты я тебе делаю предложение но одно из условий когда мы будем мужем и женой ты должна носить мою фамилию она сказала однозначно сто процентов почему служение это важно ну и когда женщина говорит брать ну вот допустим мою фамилию оставлять или еще что-то я хочу сказать вам это конечно покажется обидным для женщин но я хочу вам сказать смотрите ваша мама имела фамилию вашего отца а бабушка имела фамилию вашего дедушки поэтому женщина она своей фамилии не имеет женщина не имеет своей фамилии у нее либо отца либо мужа просто об этом знайте поэтому когда женщина там у меня мама была хорошая нет нет род передается только по мужчинам поэтому если у вас мужчина в той семье вашей был алкоголиком а у мужчины который с вами там был столяром и хорошо зарабатывал то лучше мужскую а вообще как бы по сто процентов говорю идете замуж берите и фамилию мужа пусть гордится этим он дал вам возможность быть не безликим человеком дал возможность иметь свою фамилию это единственное что есть у мужчины его фамилия татьяна ивановна еще не прошла обряд провода голодных духов то все что я практиковала нет не зря все хорошо не нужно проходить сначала с первой ступени все работает просто необходимо чтобы лучше работала подскажите планируете в ближайшее время проводить обряды проводы голодных духов хотите на следующей неделе проведу до марафона марафон там четверг начинается или в среду вот я могу провести не знаю может быть во вторник можно провести в среду можно в среду провести хотите проведем среду несколько лет назад мне делали операцию во времени и мне приснился сон что я двигаюсь по каким-то цветным столбам куда и как это происходит я не понимаю даже не знаю кто я или что я сон был настолько ярким что я помню его четко и сейчас как потом оказалось что операция проходила сложно и меня не могли вывести из наркоза ответьте пожалуйста что означает этот сон и сон ли это это состояние эфир а вот что такое состояние эфир это состояние которое на же называется между жизнью и смертью когда человек умирает его сознание движется в обратную сторону как бы время идет в обратную сторону вот смотрите мы родились и у нас отсчет времени начал идти грубо сторону добавления дней когда человек умирает то его сознание начинает двигаться в обратную сторону к моменту рождения когда человек засыпает он проходит состояние как бы переходя в состояние астрала которые доказать невозможно это как бы понятие эзотерическое в большинстве своем то он начинает проходить следующий этап он должен отвлечься от этой жизни и перейти в жизни астральную где время движется назад но при переходе он должен пройти безвременный участок этот безвременный участок он обычно отрезает человека он не помнит как он заснул и не помнит как просыпается вот это сознание или в безвременный участок называется сознанием бога или элементом фира обнуленное состояние вот человек считает что это состояние неважно и на самом деле оно самое большое если рассматривать это все с позиции гамбургера то наша жизнь это тонкий листочек и наша смерть и после не после того когда мы в смерть приходим и там находимся или засыпаем это тоже тоненький кусочек колбаски а между ними огромные бесконечные пространства толщиной в небо и космос и мы вот входим в этой перелетаем сразу же в другой кусочек ну и когда человек допустим во время сна или во время или во время вот такого сна которые присутствовал во время операции то вы не могли войти в мир смерти и не могли находиться в мире жизни вы находились в процессе фира а вы находились фактически в теле бога и тело бога как известно из буддийских книг обычно имеет радужный свет именно поэтому находясь вот в этом состоянии эфира вы чувствовали внутреннее состояние бесконечного радостного волнения состояние благости о котором не можете забыть и видели бесконечные картинки радужного тела самого настоящего бога в этой энергии вы находились все порядке тамара мельничок хоть я на пенсии но завтра выхожу на новую работу пожалуйста пожелайте мне удачи удачи вам тамара мельничок пусть у вас все будет хорошо ирина шабалина могли бы вы помочь сын с пяти лет каждый день занимается занимался футболом сейчас ему 12 лет в академию не попал и как мне кажется разочаровался как по вашему мнению в какой деятельности ну ира лидия залевская спасибо большое за вебинар пожалуйста с праздником днем учителя спасибо можно ли читать коды за детей и снг 72 дам из других санга дам а также с обновленной ступень да можно скажите элеонора корецкая стоит мне все-таки пройти марафон 6 в кредит или продолжать сейчас работу свяжитесь со мной я скажу что вам сделать я хочу у вас спросить как правильно выпрашивать судьбу для детей на каждого отдельно из троих или можно всех сразу для трех к сожалению для каждого отдельно вы же каждого воспринимаете как отдельного ребенка до как отдельного но вот для каждого отдельное нужно подскажите пожалуйста чем можно помазать укусы блох от котов на ногах и может желательно что-то пропить попейте полынь если человек принимает спиртовую настойку полыни то блохи его перестают кусать также настойкой полыни спиртовой можно посмазывать этого тоже не будет не можете найти или купить спиртовую настойку полыни можете приобрести мой препарат который называется горечи дуйко амарум и попринимать их и ими же посмазывать ну и перестанут вас кусать также можно попринимать лимонный сок в большом количестве или уксус это тоже приведет тому что вообще укусы от блох и котов можно убрать если просто ноги смачивать ромашкой крепко заваренной также возьмите ромашку и рассыпьте на ковер там или еще куда-то где у вас есть вот эти блохи ромашка уберет также настоем ромашки по выкупывайте ваших любимых животных зачем вы доводите их к тому что у них появляются блохи полечите сейчас ошейники продаются не мучайте животинку они же ни в чем не виноваты нужно мы мы должны заботиться о тем кто с нами живут они же знаете как надеются на то что вы будете о них заботятся вот вы же умнее заботьтесь не только играться еще и думать о них нужно мы в ответственности за тех кого приручаем наталья клешевская как быть когда на работе собирают деньги на операцию кому-то сдавать или нет ну конечно конечно обликом морали все в один коллектив конечно сдавать светлана ткаченко с праздником вас огромная благодарность что вы для нас делаете спасибо скажите вы рассказывали что мне нельзя дарите принимать в подарок кошелек мне когда-то подарили кошелек и я им пользовалась долгое время действительно материальное благополучие исчезла как исправить ситуацию выбросить этот кошелек и еще можно скажите стоит ли мне сойтись и жить с отцом моего ребенка или нет ребенку 16 я за ним не замужем обязательно выходите замуж вместе мы не живем иногда помогает материально есть возможность и он хочет пусть сходится и живите создавайте полноценную семью конечно а что это вы что это такое милена нарышкина скажите после семинара обучения целительству можно ли заниматься экзорцизмом если видишь другом человеке сущность да у вас есть код от экзорцизма в конспекте я видел откуда как с ним и с человеком работать здесь не могу сказать коврика алтарь у меня уже сделаны это я все по поводу взять а он так и пьет злой очень хотя бы хочет бросить и говорит но сделаю же что-нибудь я его лечу и я прощаю но вот и ныне там берете этого человека представляете малышом складывайте ручки говорите ты мой зайчик ты мой пупсик ты мой роднюсенький ты мой золотой ты мой хороший представляете его малышом и вот так вот гладите и говорите ты мой зайчик ты мой хороший ты мой пупсик засекайте время делайте так 40 минут делайте так 40 минут один раз в день один месяц делаете и человек бросит пить проверено очень простой метод пожалуйста дарю во время проведения снг я вы снимаете кольца часы скажите пожалуйста зачем нужно ли нам делать то же самое нет не нужно делать и почему я снимаю дело в том что те кольца которые я ношу каждый из них имеет какое-то ритуальное для меня значение допустим это подключение меня к селим накхов кто такие наки я рассказываю вот это кольцо мне подарила жена и это было кольцо подаренная в честь годовщины нашей совместной жизни я его очень ценю просто очень теплое отношение обручальное кольцо вот я ношу это тоже я его сделал потому что я очень люблю отношения семью мне очень нравится понимать что у нас есть теплое отношение всегда этого хотел вот такое кольцо у меня есть зеленым камнем здесь стоит изумруд этот изумруд я на него начитал специальную мантру ее начитал на протяжении нескольких лет если его одеваю себе на этот палец то не на меня воздействовать нельзя не я не могу ни на кого воздействовать поэтому для того чтобы воздействовать можно было мне на кого-то кто-то на меня я его снимал таким образом вот это кольцо является оберегом для меня то есть я его ношу и мне сделать ничего нельзя ну и когда работаю я считаю что это все энергетическое вмешательство там на других людей со своим самоваром в тулу ну и я считаю что этот самовар тульский необходимо убрать и стараюсь снять одну секунду сережа ты привез мне там привез да а ты оставь даниле а все ирина ученица второй ступени скажите стоит ли проходить марафон если низкие тона конечно я вам тона по поднимаю проходите ученица третьей ступени второй год пока в декрете занимаюсь интернет продажей спортивной одежды подскажите ждет ли меня успех да я ученица четвертой ступени мне кажется что со мной ничего не работает я вижу улучшение окружающих меня людей у соседей у меня же ничего вот сюда обращай обратите свое внимание вот сюда будьте добрым будьте чувственным старайтесь найти радость 3 элемента полностью изменят вашу судьбу создавайте тепло как сказано в одной мантре сейчас я ее вспомню он бурбу вас вахат от савитур вареньем бар годы васи дыма хидию на прочь отдает так вот она имеет другой перевод но как бы эзотерический перевод имеет тоже тайный перевод он звучит так пусть огонь милосердия и тепла моего сердца так возгорится и будет греть тех людей которые находятся рядом со мной и этот огонь сожжет тех кто хочет мне зла греет тех кто рядом и жжет тех кто вокруг нас именно поэтому я все время говорю такие слова не дарите свою любовь окружающим людям вы можете ее проявлять но не дарите энергетически почему возьмите уголек и бросьте его на ковер что будет с ковром сгорит именно поэтому если вы любовь свою проявляйте на других людей вы делаете у них пожар и этот пожар может уничтожить этих людей дарить любовь эзотерические энергетические это вредить другим людям потому что вы бросаете в них угольками а это неприятно с другой стороны нельзя сказать что уголь который горит в очаге это плохо почему потому что на нем можно приготовить еду сварить вкусную еду он может быть обогревом поэтому дарите тем людям которые вокруг вас они свое тепло и вы свое тепло объединяете почему нельзя влиять на люди что защищает человека любовь друг другу что защищает человека семья если она теплая и милосердно и взаимоуважением что разрушает хитрость ненависть герзость малодушие ложь обман хитрость злость и плохие слова то есть пошел ты пошла сама вы хотите более вас в семье будет боль неважно как она проявится в виде болезни ваших детей либо в ваших неприятностях это рано или поздно сто процентов произойдет татьяна хрусталёва за терпение спасибо пожалуйста пусть вашей жизни будет меньше разочарований пожалуйста андрей андреевич работает все и ваша эзотерика и препараты вопрос приходим сотрудникам на работу в кабинет а часть предметов за ночь передвинута я очень обеспокоена хотя хотя на шуме то соник от энерго влияние то никакой не энерго влияние это осень просто кто-то из ваших сотрудников завистливый и кто-то из ваших сотрудников видно любит подворовывать поэтому приходит вот там вы выпивали допустим ушли а сотрудница какая-нибудь или сотрудник не пошел домой ему нужно догнаться и вот он решил прийти и посмотреть может кто-нибудь нечаянно оставил там какой-нибудь рубль там или два у себя на столе знаете иногда так бывает что кто-то там сдачу эту бросил ну и полазил вам там по столам чуть-чуть по перекидывал значит у него есть ключи не ищите тайн там где их не существует в этом случае вашим нет ни энерго влияния никакого ничего передвинута ничего страшно говорите дуйко помоги и делайте дальше берите во мне прибежище жизнь изменится зина ковалева у меня вопросы по семинару астральной энергии скажите можно ли входить состояние астрала каждый день до скажите можно ли один вечер перед сном представлять себя синим забирать а в другой в огнем до или выбрать одну из практик можно и так и так спасибо за ответ пожалуйста здрасте андрей андреевич прочтите пожалуйста что-нибудь из своей книги хорошо с удовольствием это сделаю вот книга открываю любую страницу попадаю на слово семья видите семья читаю первое что появится один из самых важных элементов семьи это равенство обидчивость манипуляция целью которая является доказательство своего превосходства нужно всегда следить за равенство так как его отсутствие приводит к разрыву отношений равность необходимо только в семье если в семье присутствует эксплуатация то в дальнейшем это приводит рано или поздно конфликту равноправие невозможно если нет обязанностей старайтесь чтобы у всех в семье и у взрослых и у детей были свои обязанности хочу дополнить если любишь то не используешь а если используешь то не любишь старайтесь друг друга не использовать в наглую надежда самарская подскажите пожалуйста когда можно кушать если днем держишь пост до захода солнца ничего не есть или до 8 18 часов или до утра вообще пост держится от утра и до утра ровно сутки а так что это у вас за пост утром начали утром кончили с утра на следующий день вот ночь нельзя есть пост соблюдается и утром и ночью андрей андреевич подскажите самый быстрый метод поднятия тонов самый быстрый метод поднятия тонов звучит так радуетесь прямо вот так делаете ах какой прекрасный мир ах как все прекрасно ах и самый простой способ их погасить почему это плохо почему почему же так слово почему гасит она и слово восхищение ах поднимает она ах как хорошо ах как прекрасно вот это да вот как мне нравится супер как же мне хорошо ходите целый день как намаханный и говорите ай какой красивый столик а и какие красивые палочки ну а как мне нравится ой какой прекрасный вечер буду тащиться после этого сидите на лавочке на улице говорите тащусь так хорошо и контролируйте выделение вашего тепла радостного оля коробутова я просто восторге от вас я только недавно к вам присоединились но у меня реально все налаживается о супер с днем учителя вас спасибо скажите после проведения обряда голодных духов когда я перепутал местами конфеты стали отекать очень сильно ноги не придумывайте ничего этого нет у вас ноги начали отекать потому что скорее всего увеличили употребление углеводов пусть и плюс к этому еще жара плюс к этому еще атеросклероз пусть плюс к этому еще ожирение формирующийся диабет 2 типа и к этому еще скорее всего тромбозы сосудов на ногах видимо варикозное расширение вен ну и так далее это все в комплексе осенью создает общий принцип отекания артрит может быть не придумывайте причем тут это будьте объективными мой сын александр его жена наталья вместе пьют часто пиво и бывает другой алкоголь вот молодцы детей у них нет могут ли я одновременно вымаливать у добрых богов чтобы они перестали пить уже ранее рассказал что необходимо делать извините но очень переживаю сын общается с молоденькой девочки из украины ответил ольга щербакова у меня сложная ситуация в начале июля подала документы оплатила банкротства воссы мы не там переживаю не обманывает меня юристы обманывают состоится ли процедура по банкротству ищите сейчас новых людей которые будут независимыми экспертами будет ли в нашу пользу с дочерей долги не наши достались наследство мужа долги не списывают ищите новых сейчас найдите общественную организацию какую-нибудь которая занимается этим вступите поговорить и там допустим общество защиты там коррупция нет там какая-нибудь и так далее и вот им объясните пусть у них какой-нибудь волонтер юрист попробует заняться и посмотреть что можно все-таки с этим делать потому что вы попали к людям которые вам рассказывают деньги взяли но ничего не делают для вас настоящий юрист это не тот который берет деньги это тот который делает а в самом конце говорить сколько он потратил на это времени сколько это стоит и оплату проводят не в начале а в конце елена ларченко поступила так как вы рассказываете в одном из видео посадила в черную бусину человека тут возник вопрос что будет с этим если бусина носится на теле а тело вспотела она стала влажной от воды надо начинать все сначала нет это не как не влияет что ответил татьяна лайкова лайкова почему в голове пустот на душе тоже а пустота индусы тоже очень нравится что вы даете что мы точно знаю работают я слушала с мужем от коронавируса помогло потом внучка заболела тоже включил от вируса у нее тоже носик сухой был а вот денег никак не липнут тепла нет я в том что вы сосульки а почему пусто стало сосульки растаяли вы уже сделали много работы ваш сосулька растаяла когда в груди растает сосулька то появляется ощущение пустоты пустота на душе пустота в голове и что теперь необходимо делать наполнять найдите ради чего жить ради чего радоваться ради чего существовать находите в малом радостная это наполнит вам то место где есть пустота татьяна куриня мне было пять лет бабушка мне говорила что я вырасту и стану бабушкой на что я плакала и кричала что я не буду бабушкой могло это повлиять на то что у меня взрослых сына внуков еще нет каждый день делайте так отпевайте небольшое количество вина из бокала после этого со словами да бабушка ты была права я становлюсь бабушкой и чуть-чуть выливаете на пол или макайте палец указательный брызгайте бабушка тебе за это благодарность делайте так на протяжении одного месяца если это было вашим обещанием которое вызвало страдания то откупитесь вот нужно сделать столько сколько раз вы переживали как бы бабушки отдадите долг виде ваш почему вино потому что это как бы символ крови то есть вы отдаете кровный долг елена сиджи расскажите пожалуйста про важные в применении пурба тришула ваджа как зарядить мар и мантры там где находится такой предмет будет ваша доминация допустим вы пришли в коллектив поставьте такой предмет тришула и заряжать его никак не ну не нужно это символ вашей власти то есть если у вас есть допустим назначение вы не хотите чтобы не хотите чтобы у вас влияние было больше то поставьте такой предмет где-нибудь и вас уже с этой должности не сместят и вы сможете продвигаться по должности заряжать его никак не нужно пурба да сейчас я пурбу найду ваджра как ее заряжать необходимо взять в руку и представить будто в середине здесь появилась солнышко а из левой части и справой появилась два огненных сияющих луча после этого необходимо поднять вверх и всем для чего это необходимо делать если положить в аджу где-либо то это будет создавать процесс огня то есть будет подогревать ваши чувства в лучшую сторону будут изменять отношения в вашу сторону лучше то есть если положить в семье все мирятся в случае если положить на работе все хорошо к вам относится если во время медитации держать в руке или положить где-то рядом с собой держать не обязательно то тогда действия мантры действия влияния каких-либо магических пасов и всего остального во многократно увеличивается какая мантра которая может увеличивать это омара мараби манакарама хазавахум омара мараби манакарама хазавахум или просто он ваджрахум то есть убираю зло с помощью мантры ваджры с помощью ваджры ну и пурба пурба является инструментом с помощью которого духи начинают подчиняться как им какие пользоваться найдите в интернете слова андрей дуйко как пользоваться пурбой я там об этом все рассказываю я объясняю почему здесь страшные головы там и так далее то есть каждая каждая пурба имеет определенное воздействие и каждая пурба отличается видите есть вот такая у меня еще и каждый из них имеет свою миссию здесь я рассказывать не могу потому что информация не для всех вера макарова с днем учителя спасибо спасибо за труд за доброту к нам скажите пожалуйста у меня потемнел сбоку метасоник да он из серебра ничего страшного что это означает ничего страшного когда же я встречу мужчину для дальнейшей жизни когда вы встретите мужчину когда у вас вот здесь будет тепло ищите не мужчину а ищите тепло я говорю вам серьезно тепло в груди находите его и умножайте как его необходимо находить я там счастливая радуюсь мне приятно вот чем больше вот этого тепла тем красивее женщина начинайте вокруг себя видеть прекрасно если женщина видит прекрасное вокруг себя то окружающим она кажется самой красивой именно поэтому если все вокруг вас заставляет вас страдать то найти потом мужчину будет очень сложно почему мужчина любит женщину если женщина видит вокруг себя все прекрасное то она становится красивее и мужчина эту красоту в ней видит мужчина видит красоту мира через красоту своей женщины глядя и прямо в ну что я желаю всем нам прекрасных выходных будет ли работать марафон если приобрести через полгода нет у меня на ноге появилась рожеское воспаление мне посоветовали обратиться за лечением бабушки целительности действительно эзотерика лечится это заболевание да как лечить утром когда взойдет солнце только начнет сходить возьмите красную тряпку на третье и мелом и оберните рожеское воспаление со словами со словами жаба и морда в камень камень в руку камень в море под камень после этого скажите там же и останется не так говорите в руки в руке ключ ключ в камень камень в море под камень и на этом и носите вот такую штуку красную шерстяную лучше тряпку обмотанную на ноге носите два дня на этом все закончится на третий день тряпку можете выбросить не сжигать ничего не нужно как найти не просто человека а своего найдите мой семинар который называется есть авторский семинар который называется как найти любимого мужчину часть вторая купите его там я все о том рассказываю как найти именно своего почему не получается жениться очень много было хороших отзывов по семинару серьезно работает только не первая вторая часть там больше философии так на это но еще хотелось бы сказать вот что сейчас когда закончится данный семинар данный вебинар я его оставлю на канале youtube с нынешнего времени youtube почему-то индексирует видео только в случае если человек подписан на канал также ставит лайк или пальчик вверх а также пишет какой-либо комментарий напишите любой не обязательно спасибо не обязательно что хотите можете 123 поставьте если вам понравился самим семинар оставьте один комментарий если очень два каких любых спа можете написать в одном сиб во втором ибо в третьем чем больше комментариев тем больше о нас узнает людей почему я считаю что люди должны знать о нас я сейчас все-таки зачитаю сейчас слова песни кадиллак я не робот все похож на робота и так одна из самых популярных песни у молодежи она называется кадиллак слова маргенштерна и элджея я не против этих ребят мне все равно но давайте прочитаем эй цепь на мне сыпь лавы сотка тысяч на баг лв сотни извините я буду говорить то что написано су сотни сук хотят ко мне сотни сук хотят ко мне как дела как дела это новый кадиллак делать деньги делать деньги дальше мата не буду вот так пау 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 попал потушки на мне сейчас две подушки дальше мат на английском языке я висю как молодой пушкин цепи висят на папе копаем кэш это деньги на русском языке лопатой богатый будто капер как там твоя зарплата дальше два мульта на мне это миллионы на часы три на шее миллиона семь под жопой то есть это mercedes такой мне чуть больше 20 посмотри посмотри два мульта на мне часы три на шее 7 под жопой мне чуть больше 20 этот сыпь лавы сотни очень некрасивая песня конечно наверно это самое уже плохое кто о чем мечтал то мы и взяли на вынос дальше мат и длип свежее чем визу кольный музыкальный бизнес этот фит убьет быстрее чем коронавирус а это же неправда ну вот что за песня и что это такое вот смотрите первое ложь почему потому что потому что кто о чем мечтал то мы и взяли на вынос это неправда люди мечтали не взяли а вы мечтали и взяли но проверить это невозможно дальше эта музыка не убивает точно так же как коронавирус вообще если убивает то тогда это нехорошо смотрите что есть в этой песне в ней есть оскорбление в ней есть злость в ней есть ненависть и в ней смотрите ты мечтал мы забрали мне говорится о том что не женщина которая может создать семью а сотни сук красиво да то есть смотрите милый дуйко которые выходят перед людьми и не берет у них деньги и говорит о том что семья тепло милосердие заботиться о стариках это хорошо и он при этом плохой понимаете то есть он плохой его нужно после этого обгаживать то есть снимать программы и так далее почему людям почему у него больше чем у меня допустим там подписчиков и так далее люди хотят более они сами этого не понимают они хотят зла они хотят чтобы такой вот человек как л джей допустим или маргин штерн забирали деньги чтобы всех посылали чтобы вместо женщин воспринимали всех как сук ужас какой да это ужасно вообще как дела делать деньги делать деньги делать деньги вот так понятно то есть наплевать женщины это только элемент зарабатывания денег дальше ваши мечты мы отберем у вас потому что вы лохи ну вот где то так то есть это человек слушает и он считает что его в лицо ему плюют оскорбляют и это музыка тех людей которые хоть ну конечно понимаю что молодежь ее не слышит но слова то есть слова а кто-то же услышит и кто-то подпоет знаете а это же не милосердно это призывы к насилию но почему же призывы к насилию не запрещать почему не пишут статьи о том что допустим в песне которая поется о том что их музыка убивает также как коронавирус это не фейк почему никто не снимает об этом видео почему не снимать получается вот когда смотришь на этот мир получается гомосексуалисты которые собрались и целуются и которые говорят о том что все вокруг плохие считают что они самые хорошие две лесбиянки 1 постриглась на лысо 1 страшная как смерть которые откровенно ведут программу где основное слово жуй сраку и основное слово как она там с кем спит и как она в постели сколько у мужчин было и надо заниматься интимом используя задний проход или нет то есть вы понимаете вот я смотрю на это и у меня как у человека который видимо мозгами созрела душой нет у меня конечно же появляется состояние такое что нет нет этого не должно быть пусть такие люди как я существуют я не противник церкви пусть она будет потому что если популярен если эти люди они создают культуру то это наверное не совсем хорошо потому что к чему же может привести культура культура может привести к тотальному оледенению людей то есть давайте пусть все только и хотят зарабатывать пусть никто не живет друг с другом пусть все женщины это же ужасно как же мы будем жить то друзьям и мы же потеряем основу золотую основу этого мира семью понимаете семью забота о потомстве это должно существовать пусть это будет пусть будет потомство пусть будут люди которые даже в бедные но будут держать друг другу за ручки пусть дети эти милые растут пусть их никто не не уничтожает этаж как рабы потом будут понимаете если человек оскотинивается то этого человека можно использовать как скот понимаете а что делаются с котом на убой то есть можно войну начать и их там отправлять можно органы вырезать можно сделать какие-либо экономические или даже физиологические испытания распылять что-то на этих людей и мы должны понимать что от обыкновенного человека это зависит и мы должны в этом участвовать именно поэтому я говорю мы же здравомыслящие люди поэтому все что от вас нужно это просто поставьте свой комментарий под видео опубликуйте это видео где-то пусть хоть кто-нибудь это увидит даже если один человек найдется который придет в церковь и поймет что быть плохо да покаяться если хоть 10 человек увидит это видео и поймет что быть какашкой не очень хорошо и выводы взрослых людей познавших жизнь говорят именно об этом что есть еще радость не только в деньгах а еще и в семейных отношениях в детях в мире заботе то так в прекрасной жизни которая может не обязательно быть богатой то этот мир может стать лучше что не обязательно чтобы быть счастливым нужно всех ненавидеть счастливыми можно быть что не обязательно что все семьи плохие не обязательно что все мужики козлы не обязательно что все женщины как сказал л джей все еще может быть по-другому доброта может победить свое время достоевский сказал о том что любовь может спасти этот мир я вам хочу сказать дуйко с дуйко жить легко что доброта и любовь могут спасти этот мир поэтому давайте станем добрее давайте нести это знание и начинать прежде всего себя с вами был андрей дуйко эзотерики научит легко ваш андрей дуйко до свидания а Продолжение следует...